Я прочитаю сказку Дональда Бисета «Волна большая и волна маленькая». Послушайте. Жили в море две волны – большая и маленькая. Большую волну так и звали «большая», а маленькую – «маленькая». Они были очень дружны и плавали всегда вместе. Волна маленькая относилась ко всем дружелюбно. Она играла и с рыбами, и с ветром, и с другими волнами. А вот большая волна была очень свирепая. Она била и крушила все на своем пути. Особенно она любила налетать на корабли. Она вздымалась выше мач, а потом обрушивалась с высоты на палубу и заливала ее водой. Еще ей нравилось с разбегу налетать на скалы, словно она хотела опрокинуть их, смыть, уничтожить. И только к маленькой волне она оставалась всегда доброй и сдерживала свой свирепый нрав. Однажды волна большая и волна маленькая играли недалеко от берега. И маленькая увидела на песчаном пляже мальчика с мороженым в руках. «Ой, я тоже хочу мороженого!» — сказала она. «Сейчас ты его получишь!» — сказала большая. Она с разбегу налетела на мальчика, выхватила у него мороженое и отдала волне маленькой. Маленькая мигом его слезнула. Мороженое оказалось очень вкусное, клубничное. После мороженого маленькая волна спросила, «А что теперь будем делать?» «Что, смотри!» — сказала большая. «Видишь вон те скалы? Сейчас они узнают, что такое настоящий удар. Я им покажу, гляди!» И волна большая поднялась высоко-высоко, в три раза выше самих скал, а потом стремительно обрушилась на них. «Ух, держись!» — скалам даже стало жутковато, и они сдвинулись плотнее. Однако волна большая поднялась слишком высоко и бросилась вниз слишком стремительно. И поэтому вместо того, чтобы обрушиться на скалы, она перелетела через них и упала в узкую лощину, лежавшую как раз за скалами. И уже в море вернуться не могла. Она была заперта. Волна билась, кидалась, плескалась, но все попусту. Она оказалась в плену. «Помогите!» — закричала она. «Помогите!» В это время над лощиной пролетала утка Миранда. Она упустилась на скалу и спросила, что случилось. «Видишь, я не могу отсюда выйти!» — сказала волна большая. «Я в плену! Помоги мне! Прошу тебя!» «Нет, я не хочу тебе помогать!» — сказала Миранда. «Ты на всех нападаешь, топишь корабли и даже норовишь разрушить скалы!» «А только что я своими глазами видела, как ты отняла у мальчика мороженое!» Но тут Миранда услышала, что кто-то плачет по другую сторону скал. Она посмотрела на море и увидела волну маленькую. «О чем ты?» — спросила ее ласково Миранда. «Я хочу к большой волне!» — сказала маленькая. «Она там, в плену за скалами! А лазить по скалам я не умею!» И маленькая опять заплакала. «Большой волне я помогать не буду!» — сказала Миранда. «Она этого не заслуживает и вовсе незачем возвращаться в море!» «Но тебе я помогу, если ты согласна перебраться за скалы!» «Согласна!» — сказала маленькая волна. «Ты хорошенько подумала?» — спросила Миранда. «Хорошенько!» — ответила волна маленькая. «Ну, тогда следуй за мной!» И она показала волне маленькой, где лучше выбраться на песок. А потом вырыла лапкой в песке канавку и велела волне маленькой плыть по канавке вокруг скал. Так волна маленькая сделала и скоро очутилась в горной лощине. Друзья обрадовались встрече и даже расцеловались. «Как я рада тебя видеть!» — сказала большая волна. «И я рада тебя видеть!» — сказала волна маленькая. «Знаешь что? Давай станем одной волной и будем всегда вместе!» — предложила волна большая. «Давай!» — согласилась маленькая. И при этом даже сплеснулась от радости. И вот две волны соединились. Так образовалось горное озеро, которое славится самыми красивыми анимонами. Знаю не подготовлены на их стAd데이 и занимаются самыми awfulминаplainцами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok